Здравствуйте, дорогие родители! Сегодня у нас родительское собрание. Все присутствуют? Так, подождите, какого-то не хватает. Давайте устроим перекличку. Папа Рома здесь? Так точно, здесь. Ой, простите, да, за мамами вас и не заметила. Так, мама Маши? Мама Маши здесь, на Машином месте. Так, вижу, родители Миши. Да, здравствуйте, я мама Миши. Так, хорошо. Так, подождите, а вы у нас кто? Мы с вами знакомы? Здравствуйте. Я мама новой девочки, но по обмену школами. А, Карины, точно. И кто же у нас, получается, опаздывает? Ага, все понятно, родители Макса отсутствуют на родительском собрании. Минуточку внимания, я сейчас уточню информацию, где у нас опоздавшие, и будем начинать. Макс, давай с тобой во что-нибудь поиграем. Лего, например, пособираем. Пособираем? Собирать, собираем. Собрание! Сегодня же собрание, я забыл маме сказать. Саша, на собрание пойдешь ты, я тебе сказала. Даша, ну пожалуйста, ну сходи ты, а я к Кате схожу на собрание, ну или к Дианке. Ну сходи, пожалуйста, ты, ну Даша. Саша, мы и так там самые последние опаздываем. Мам, мам, я забыла тебе сказать, сегодня в школе собрание родительское. Да неужели? А я-то думаю, почему мне учительница звонит и говорит про какое-то собрание, на котором нас нет. Макс, ну заранее нельзя было сказать, а? Даша, спокойней, спокойней. Даша, ну иди давай на собрание, там тебя все ждут уже. Ладно, хорошо, я пойду. Но если, Макс, тебя там будут ругать, после собрания, мне на глаза можешь не попадаться, ясно? Эээ, ясно, мам. Срочно надо сделать домашнее задание, срочно. Макс, а как же поиграть? Некогда, некогда, Кать, мама на собрание ушла, мне нужно срочно домашку сделать. А еще весь дом прибрать, посуду помыть, ужин приготовить. Я не знаю, что еще сделать, чтобы она меня не ругала после собрания-то. Здравствуйте, простите, пожалуйста, за опоздание. Просто Макс в самый последний момент рассказал мне про собрание, после того, как вы мне уже позвонили. Еще раз извините. Здравствуйте. Да-да, и напомните Максиму, пожалуйста, что опаздывать нехорошо. И в следующий раз, когда он еще раз опоздает на урок, я буду писать ему замечания. Так, ну что ж, все в сборе, давайте начнем наше родительское собрание. Даник, ты долго там будешь копошиться? Давай открывай уже игрушку, Мэй, Барби, скучно. Денка, я не могу, тут, по-моему, все заклеено скотчем. Пойду у Макса попрошу, пусть поможем. Макс, Макс, открой, пожалуйста, игрушку. Я никак не могу, там все замотано. Пятнадцать минус двадцать шесть умножить... Даник, мне сейчас некогда, уйди, пожалуйста. Макс, Макс, ну открой игрушку, я сразу уйду. Хм, ну и где этот Даник? Полчаса назад ушел к Максу, чтобы помочь открыть игрушку, так и не пришел. Играет там, наверное, уже вовсю. Ты стой здесь, а я пойду посмотрю. Макс, а где Даник? Макс, к тебе Даник приходил, просил игрушку открыть. Макс! Дианочка, отойди, пожалуйста, я уроки делаю. Ты понимаешь, мама ушла на родительское собрание. Она сейчас придет злая, а если еще узнаешь, что у меня ничего не сделано, то мне вообще конец будет. Макс, я сейчас уйду, мне про Даника расскажи, он к тебе ушел, игрушку сказал открыть, что ты ему поможешь. Куда ты дел Даника? Ой, Даник, что ты там делаешь? Макс! А, ты про Даника? Ну, вон он, он мешал мне уроки делать. Пришлось так поступить с ним. Ты если тоже хочешь, то давай, я могу и тебя туда повесить рядышком. Я все маме расскажу, совсем с ума сошел со своими уроками. Иди, Данечка, я тебя освобожу. Ого, Даник, это что за новости? Вы во что такое играете, это же опасно. Ты же можешь задохнуться, дай-ка я сниму скотч. Будешь знать, как над Даником издеваться. Вот так. Катя, Катя, это мы не играем, это Макс с ним такое надел. Даник ему уроки делать мешал, он его к стене примотал и скотчем рот заклеил. Иди, Данечка, я тебя освобожу. Макс совсем с ума сошел. Ого, значит, есть за что поругать на собрании. Ох, весело будет сегодня вечером. Пойду-ка я тоже у него что-нибудь спрошу. Макс, Макс, как ты думаешь, какое платье мне лучше надеть на праздник, Еви? Вот это или вот это? Какое будет красивее? Так, 132 плюс. Да, Катя, я сбился из-за тебя, да сколько можно, сколько вы будете ко мне ходить-то все? Я уроки делаю, понимаете, уроки. Иди ты хоть в двух платьях, да хоть в трех. Мне вообще без разницы, понятно? Вау, Вау, Макс, ты что? Ты что такой грубый? Я просто тебя спросила, в каком платье мне лучше сходить. Ну, отвлекись ты на пять минут. Не, ну, посмотрите на них. Я сейчас, я сейчас пойду, я сейчас тебя выгоню. И двери в комнату закрою. Дали мне хотя бы пять минут. Пять минут сделать нормально уроки. Ой, Макс, ты в порядке? Мама же говорила тебе убирать скейт отсюда. Вот ты и подскользнулся. Давай я помогу тебе встать. Катя, знаешь что? Иди-ка ты отсюда, а? Давай попробуем сами открыть. О, Кать, ну как к Максу сходила? Если честно, то отвратительно. Я хотела пошутить, он на меня наорал. А потом еще за скейт запнулся, упал. Ой, сидит уроки делать бедный, помочь ему что ли? Хотя фиг ему за такое его поведение. Так, уроки я сделал, дневник заполнил, стихотворение выучил. Пойду на кухню, нужно убрать опасные предметы. Так, спрячу скалку, доску, колюще-режущие предметы, кастрюлю. Так, чем еще можем меня кинуть? О, грязная посуда, надо ее срочно помыть. При случае маме скажу, что я все сделал, еще и посуду вымыл. Так, девочки, а ну-ка кыш отсюда, я буду мыть полы. И это, если мама спросит, скажите, что я полы во всем доме вымыл, ладно? Ладно, Макс, ты так-то уж не нервничай, может все обойдется. Ты что, так много чего натворил в школе, что ли? Эх, Дианка, да есть немного. Так, ну что ж, с общими вопросами мы разобрались. Теперь вкратце обсудим успеваемость и поведение каждого. Только не это, может мне уйти незаметно как-то отсюда, а? В общем и целом, по успеваемости, наш класс занимает не последнее место в школе. Есть, правда, отдельные ученики, из-за которых класс хромает. И еще важное сообщение, следующей неделе у нас будет контрольных работ. Поэтому следим тщательно за выполнением домашних заданий детьми. Проверяем, помогаем. Если я что-то не смогла объяснить, объясняем. Очень важная олимпиада будет. Так, на нее поедет Рома, самый лучший наш ученик. Так, ну в принципе, все обсудили, и все могут быть свободны. Остальную информацию я выдам в чате. Ух, слава тебе, Господи, ничего плохого про Макса не сказали. Ах, да, Дарья, а вас я попрошу остаться. Хорошо, конечно. Ну все, все, что мог, я сделал. Теперь я сплю. Так, давайте я присяду рядом с вами. У меня есть информация для вас, очень важная, касается Макса. Да, да, конечно, я слушаю. Вы извините его, пожалуйста, он у меня просто не собранный. Поэтому утром теряется, пока собирается туда-сюда, вот на уроке опаздывает. Я буду его пораньше будить, он опаздывать больше не будет, я вам обещаю. А по успеваемости, ну, ну что делать? Ну вот не может сконцентрироваться никак, ну отвлекается постоянно. Я уж контролирую, уроки-то мы с ним делаем, папа-то помогает. Ну вот как? Ну вот так бывает, что не пятерочник. Да, бывает и троечники, ведь в классе как? Не всем быть вундеркиндами умными. Дарья, ладно, ладно, я хотела поговорить не об этом. Да, я понимаю, что Макс старается, он у вас очень исполнительный, очень ответственный. Поведение страдает ужасно. Ну ничего, думаю, еще пару классов подрастет и справится. Я с вами поговорить-то хотела не по этому поводу. Понимаете, у нас совсем скоро городская олимпиада по физкультуре. Так вот, Макс никак не хочет, не соглашается. Он у нас самый лучший по физкультуре. Он бы эти задания в олимпиаде спортивной выполнил на раз-два, так нет? То ли стесняется, то ли боится, ну я не знаю, ну поговорите с ним, а? Ну он бы школу нашу на первое место вывел, а он уперся. Не пойду, не пойду. То ли боится, то ли стесняется, я не знаю. Нам очень нужен он на эту олимпиаду. Очень. Вы можете мне пообещать, что уговорите его, ну пожалуйста. Можете ему сказать, что за поведение двоек ставить больше не буду? Ну или еще как-нибудь. Ну может два раза опоздать. Двойку дам исправить. Стих может не учить. Но чтобы на олимпиаде по физкультуре был. Фу. На олимпиаде по физкультуре? А что же это он отказывается? Хм, вы знаете, очень странно. Я об этом ничего не знала. Но если вы говорите, что это так важно для школы... Я, конечно, с ним поговорю. Я вам обещаю, на олимпиаде он будет. Спасибо вам огромное. Я на вас надеюсь. Олимпиада какая-то. Я уж не знала, что сейчас будет. А тут олимпиада по физкультуре. Конечно же он пойдет. Я сейчас домой приду, так сразу у меня и пойдет. На все олимпиады. Саша, ты Макса не видел? О, я смотрю, собрание прошло на ура. Ты чего такого розового цвета? Сильно ругали, да? Макса не видел. Он тут пыль протер, полы помыл. Телевизор вон сверкает. Может ужин готовит, я не знаю. Уроки еще тут, говорит, делал. Все помыл, протер и ужин готовит. Ого. Вот это да. Так, пойдем найдем его. Девочки, мальчики, Макса видел кто? Мам, последний раз он мыл пол. А еще делал уроки и стих учил. Ага, так сильно учил, чтобы я ему не мешал, он у меня к стене прилепил. Ага, и меня из комнаты своей выгнал. Понятненько, ладно. Макс, Макс, ты где? Да что такое, нигде-то его нет. Может он испугался и из дома сбежал? Может думал, что буду его ругать или не дай бог бить после собрания? Какой ужас, да где же этот Макс? Макс, Макс. Ты что, спишь? Мам, ну как собрание? Я сразу скажу, что опаздывать больше не буду. Твой получает тот же стих я уже вылучил, домашку сделал, дневник заполнил, дома все убрал, помыл, протер. Да ладно, ладно. Ты мне лучше расскажи, почему ты не хочешь участвовать в Олимпиаде по физкультуре? В смысле в Олимпиаде по физкультуре? Мам, а на собрании-то что, меня не ругали что ли? Макс, да я сама в шоке. Учительница сказала, можно опоздать несколько раз на уроки, можно домашку пару раз не сделать, можно стих не учить, можно еще там что-то, а, про поведение. Но поучаствуй, пожалуйста, в Олимпиаде по физкультуре. Макс, ну тебе сложно что ли? Ты посмотри, учитель идет тебе навстречу. То есть, если я пойду на эту Олимпиаду, то у меня все в школе будет как надо. Но мам, я не пойду, я боюсь. И чего мы боимся, интересно? Я боюсь, что проиграю. Все думают, что я самый лучший по физкультуре, а там будут из других школ еще ребята, они круче меня, может, а я проиграю и опозорюсь. Я не пойду, я уроки вон уже все выучил. Ой, да ты что, ты же не трус. Давай, Макс, надо, значит надо. Я в тебя верю, ты выиграешь. А то сейчас еще начну рассказывать, что мне говорили про тебя на собрании. А? А, то есть не только про Олимпиаду, да? Ладно, мам, все, договорились, буду участвовать. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дариновка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. А вы также ждете родителей с родительского собрания, а? Приветик Алия, приветик Зайка, приветик Вера, приветик Машка, приветик Айзену и Яхве, приветик Вера, приветик Еся.